С того дня ходит очень много легенд, слухов. Он сказал, я в это не поверю, пока сам не убежусь в происходящем. Из него сочилось что-то, нечто похожее на кровь, и это выглядело очень жутко. И парень просто взял и воткнул себе это в руку. Никто так и не осмелился вновь подойти к этому дереву. Любая электроника около именно этого места отказывается работать. Он уверен на 100%, тут есть что-то мистическое и необъяснимое. Раньше я вам рассказывала мистические истории, которые мне рассказывали подписчицы. Сейчас я решила брать побольше историй от мальчиков, естественно, в том числе. И эта история меня очень впечатлила. Я уверена, понравится и вам. Поэтому не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, если же вы до сих пор этого не сделали. Потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. Нажимайте на колокольчик и не забывайте подписываться на мой инстаграм и писать туда ваши истории, которые я обязательно расскажу в своих видео. Ну а я не буду медлить. Эту историю я, пожалуй, назову Ведьмина дерева. Желаю вам приятного просмотра. Мы можем начинать. Поехали! Влад очень любил экстрим и совершенно не верил в сверхъестественное. То есть все, что относилось к мистике, к страшным историям, для него это был самый настоящий смех. Хотя он очень любил постоянно друзьям рассказывать какие-то пугающие истории. Ему постоянно что-то рассказывали и наблюдали за его абсолютно спокойной реакцией. Все, что ему когда-либо рассказывали друзья, ну, для него это был смех. Никогда он не верил в сверхъестественное. И уверен был до сегодняшней истории, до вот этой ситуации, что не поверят. И ничего страшного в его жизни он был уверен не произойдет никогда. Как-то раз он отдыхал со своими близкими друзьями на даче. И кто-то из них решил вечером разбавить обстановку и поделиться легендой о ведьмином дереве. Этой легендой его уже пугали в детстве. Он был наслышан. Там ведьминое дерево, какие-то слухи, непонятное обсуждение. Но его это опять же не волновало. Именно это дерево, о котором сейчас пойдет речь, отличалось от всех остальных в лесу, так как оно было полностью белого цвета. Раньше вокруг него на шабаш собирались ведьмы и проводили там различные оккультные ритуалы. Все местные жители до ужаса боялись этого самого дерева, избегали вообще стороной это место, так как постоянно, по слухам, по легендам, оттуда каждую ночь раздавались странные страшные звуки. А что самое интересное, они доносились на несколько километров вокруг. В одну из ночей испортилась погода, шел очень сильный ливень, гроза, молния ударила именно в кротом место, где находилось дерево. Ну и естественно на утро нашлись мельчаки, которые отправились в то самое место посмотреть, что в конце концов произошло, разобраться в ситуации. Пошли всего два парня, так как они считались самыми смелыми, но к глубочайшему сожалению вернулся из них только один. Он рассказал, что когда они пришли на то самое место, увидели трупы и тех самых ведьм, а само дерево было расколото пополам, и из него сочилось что-то, нечто похожее на кровь. И это выглядело очень жутко. Первый парень, естественно, сразу предложил пойти оттуда как можно быстрее, но второго как будто бы загипнотизировало, и он просто стоял и смотрел на это дерево, не отрывая взгляды и не реагируя вообще на голос первого парня. Приятель пытался его остановить, достучаться до него, но он никак не реагировал и резко пошел прямо. Взял какой-то странный осколок от дерева, какая-то щепка, что-то острое, и этот осколок или же что-то непонятное выглядело очень жутко, и парень просто взял и воткнул себе это в руку. Кровь из его руки начала литься прямо в центр, так сказать, разломленного напополам дерева, то есть между двух частей ствола, и парень попытался его оттащить, но это было безуспешно. Естественно, он принял решение просто бежать оттуда, потому что поведение этого парня было просто неописуемо словами. Он вел себя жутко, непонятно, зачем-то подобрал этот странный осколок, щепку, воткнул себе в руку, к чему это было непонятно, но поступок максимально не объясним. Ну и, естественно, этого парня, который остался около этого дерева, больше никто и никогда не видел. Он просто испарился, исчез. Что самое интересное, с этого момента прошло очень много времени, и с того дня ходит очень много легенд, слухов, все теперь боятся туда ходить, постоянно происходят какие-то странные вещи. Никто так и не осмелился вновь подойти к этому дереву. А как говорят, если вдруг кто-то осмелится подойти к этому дереву и окропить его своей кровью, то произойдет что-то непонятное, страшное, плохое, и это может дойти вплоть до смерти. Естественно, когда Владу рассказали эту легенду, он не поверил. Он просто посмеялся и сказал, что за бред, я уже устал слушать об этом дереве, надоели мне рассказывать. Но вот именно в этот день, кстати, ему впервые в подробностях рассказали эту легенду. Внутри, да, он почувствовал, что что-то не так, потому что он слышит уже об этом не впервые, поэтому ему рассказали эту историю и легенду полностью. И его это просто рассмешило. Он сказал, я в это не поверю, пока сам не убежусь в происходящем. Что самое интересное, Влад слышал эту историю с самого детства, как я вам уже говорила, так как все это вечно обсуждают, ему в этот раз рассказали эту легенду полностью. И он объяснил своим друзьям, что просто докажет, что это все смехота, что это все не работает, это неправда, почему вы все боитесь. Он постоянно задавал своим друзьям этот вопрос. Я просто поеду, как сказал он, и докажу вам, что в этом нет ничего страшного, и что все это полная брехня. С ним согласился пойти только один парень из компании, все остальные сказали, что вы чокнутые, отказались и разошлись по домам. В этот день Влад с приятелем решили не медлить, сразу же сели на мотоцикл, так как они там все гоняли по поселку. Приятель только недавно приобрел этот мотоцикл, и они просто сели и поехали. Они, естественно, смеялись, приятель подыгрывал Владу, хотя сам внутри боялся и думал, что это все реально правда. Пока они ехали, а ехали они минут 10-15, они просто смеялись, такие, да, это полная фигня, сейчас мы доедем, всем ребятам докажем. Ничего не предвещало беды, но как только они подъехали к тому самому месту, где располагалось дерево, их мотоцикл, точнее мотоцикл приятеля Влада заглох. Мотоцикл как раз-таки заглох около той самой чащи, они остановились на дороге, и, к счастью, приезжала машина. Это был мужчина, который как раз-таки тоже там жил, понимал вообще и разбирался во всей территории, знал обо всех слухах, ну и, естественно, увидев парня, остановился, чтобы им помочь, потому что мотоцикл заглох, впереди и сзади только дорога, машина гоняли там редко, сами знаете почему, потому что все боялись вообще проезжать мимо этой местности. Этот мужчина объяснил парням, что любая электроника около именно этого места отказывается работать, и что это абсолютно нормально. Именно поэтому, как он сказал, у всех местных старые автомобили, потому что путь до города лежит лишь только через этот лес, и по-другому просто никак не добраться. Влад с приятелем усмехнулись и подумали, что это все можно объяснить научным путем, что тут нет никакой мистики, на что мужчина просто пожал плечами, и по его взгляду было понятно, что он уверен на 100%, тут есть что-то мистическое и необъяснимое. А когда он узнал о цели их поездки, вовсе перекрестился при упоминании этого самого странного дерева. Мотоцикл так и не завелся, в итоге ребята решили откатить его чуть-чуть подальше от того самого мистического места, и мотоцикл завелся. Ребята переглянулись, не поняли, что вообще произошло. Незнакомец распрощался с ними и настоятельно порекомендовал все-таки туда не ездить. И по его лицу было понятно, что ему стало страшно. Не по себе, что все-таки нашелся кто-то, кто решился проверить, реально ли правдива эта легенда. Парни, к сожалению, его не послушали, и, естественно, решили оставить мотоцикл там, где его удалось завести и дойти пешком до этого дерева. Ведь в любом случае вот этого мотоцикла не было никакой пользы. Как только ребята зашли в чащу леса, они поняли, что наступила гробовая тишина. Царила странная атмосфера, ни одной живой души. Как мне Влад написал, он даже чувствовал свое сердцебиение. Настолько было тихо и спокойно. Долго им блуждать не пришлось, так как буквально через пять минут они уже дошли до того самого дерева. Зрелище было очень жуткое. Влад даже думал на мгновение уйти оттуда, потому что атмосфера царила реально страшно, и парням внутри стало не по себе. Но перед друг другом даже они боялись показать, что им страшно. Ведь они же во все это не верили. Почему, когда они оказались около дерева, им сразу стало не по себе? Влад достал свой специальный складной нож, сделал небольшой разрез на ладони, и его кровь начала капать прямо в основании разлома. Парни замерли в ожидании, но так ничего и не происходило. Поэтому Влад просто взял этот нож и воткнул прямо в дерево. И как только он его воткнул, из отверстия начала литься странная жидкость. В темноте было непонятно, но, естественно, любой бы подумал, что это кровь. Хотя, мне кажется, так и есть. Улыбки с лиц ребят тут же пропали, и в эту же секунду они почувствовали чье-то присутствие рядом и услышали странные шорохи. Причем эти самые шорохи стали резко слышны со всех сторон. Как будто бы какие-то странные существа окружают их, и им стало очень страшно. И как мне сказал Влад, они бежали около трех минут. Просто прямо и непонятным образом вновь очутились около этого самого дерева. Влад до сих пор помнит, как он еле держался на ногах, но, естественно, желание спастись было гораздо сильнее. Они снова побежали, и где-то со второй попытки им все-таки удалось добежать до мотоцикла. Но что это было, почему они, убегав от дерева, вновь вернулись к нему, до сих пор остается загадкой. Добежав до мотоцикла, Влад сразу же опрыгнул на мотоцикл, его приятель сел сзади, и они рванули на всех парах как можно быстрее. Ну и домой они возвратились без каких-либо происшествий, доехали, естественно, напуганными. Ну и, конечно же, очень долго потом обсуждали произошедшее. На часах уже было два часа ночи, и ребята приняли решение разойтись по домам. Влад почему-то отказался, чтобы его друг подбросил до дома, решился, так сказать, пройтись после произошедшего пешочком. Влад неспеша отправился в сторону дома, и все это время он чувствовал, как будто бы кто-то за ним идет. Чье-то непонятное присутствие постоянно оборачивался, но никого вокруг не было. В итоге с этим непонятным предчувствием Влад все-таки дошел до дома и сразу же завалился спать. Ну и самое страшное началось именно тогда, когда Влад проснулся от сильной боли в руке, потому что он почувствовал сильную пульсацию. А я вам напомню, он все-таки взял нож и поранил себе руку тогда, когда он с приятелем стоял у дерева. Он решил продезинфицировать свою руку и отправился к аптечке, которая лежала в гостиной. Как только он открыл дверь, то увидел напротив себя странную фигуру с капюшоном в непонятном черном плаще. И силуэт он не мог толком объяснить, так как резко проснулся, еще был сонный, но очень напугался. Так как у Влада был сильнейший ступор, он не мог даже пошевелиться и обратил внимание на то, как эта фигура начала двигаться и идти прямо к нему. Причем он обратил внимание еще на очень странный маневр. Эта непонятная ведьма просто вытянула правую руку и шла к нему. Влад резко рванул к себе в комнату и быстро захлопнул дверь, прислонившись к ней своим телом. Не успел он прийти в себя, как заметил, что на всех окнах, занавешанных шторами, появляются тени от множества рук. Влад чувствовал, что вот-вот от страха у него остановится сердце. И как он мне написал, страх был настолько непередаваемым, что он думал, вот-вот сойдет с ума. Дальше еще хуже, ведь он начал слышать непонятные звуки и скрежет в дверь. Со временем эти непонятные стоны, которые доносились отовсюду, складывались в одну единую фразу. Его заберет пламя. Утром Влад встает с кровати, понимает, что это был всего лишь сон и с облегчением вздыхает. Но не тут-то было. Он выходит из своей комнаты и краем глаза замечает что-то странное на двери. Когда он бросает на нее свой взгляд, его пульс учащается до предела. Он видит, что вся его дверь, блин, расцарапана. И больше он никогда не возвращался на дачу. Но это еще не все, ребят. Помните фразу, которую он слышал? Его заберет пламя. Именно так говорили эти ведьмы, и Влад не придавал этому абсолютно никакого значения. И, конечно же, он думал, что покинув это место, ничего сверхъестественного не случится. Так вот, ребят, ровно через месяц после этого происшествия умер его приятель, который вместе с ним ездил к этому странному дереву. Он сгорел в своем собственном доме, и причину возникновения пожара так никто и не узнал. Мне очень интересно узнать ваше мнение, что вы думаете по поводу этой истории. Верите ли вы в легенды, и пишите в первую очередь, что вы думаете по поводу этой. Если же у вас есть какие-то странные легенды, истории, обязательно пишите мне в директ в инстаграме. Именно от этой я была просто в восторге. Мои эмоции просто не описать словами, потому что именно Влад был инициатором поехать к этому дереву, но что-то ужасное случилось именно с его приятелем. Я хочу сказать вам огромное спасибо за просмотры этого видео. Не забывайте подписываться на мой инстаграм, писать туда ваши истории. Ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Ну и спасибо вам большое, что досмотрели этот ролик до самого конца. Всем пока!